Народный календарь 19 ноября. Приметы этого дня. Православная церковь чтит Варлаама Хутынского, основателя Спаса Преображенского Хутынского монастыря, который проживал в 12 веке на территории Новгорода. В этот день почитается и память Павла Исповедника, епископа, проживавшего на территории Малой Азии. А что нельзя делать в этот день? Ни в коем случае, категорически нельзя, ни за что, ни под каким предлогом. Ни у кого и ни под каким предлогом нельзя занимать и никому одалживать деньги. Нельзя ни под каким предлогом есть мясо и мясо, содержащие продукты и консервы, потому что именно в этот день это чревато болезнью и неприятностью. Нельзя обижать домашних животных. В принципе, казалось бы, никогда нельзя, но в этот день, наверное, вам прилетит обраточка сразу. А если кто-то из вас пойдет в этот день на рыбалку, то без рыбы нельзя возвращаться домой. Хоть купить, хоть выпросить у соседей более удачных рыбаков, но все-таки рыба должна быть. Нельзя ходить в грязной одежде. Но это только 19 ноября, а во все остальные дни, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. А также нельзя сквернословить и богохульствовать. Это уже на ваше усмотрение. В принципе, 19 ноября продержитесь, может быть, и в следующие дни тоже как-то будет полегче не сквернословить, не портить атмосферу какими-то нехорошими словами. Приметы погодные. Снегопад в этот день к снежной зиме. Безветренная погода к скорому похолоданию. Гуси купаются в воде к потеплению. Если в небе кружат стаи ворон и галок, то выпадет снег. А если снег выпадет, смотри первую примету к снежной зиме. Праздники 19 ноября. Конечно, мы не можем обойти сегодня Международный мужской день. Товарищи, поздравляю вас, дорогие уважаемые мужики. Это наш день. Как ни странно, долгие годы предлагалось отмечать этот мужской день в дополнение к Международному женскому дню. 23 февраля приблизительно 60-х годов прошлого века такое предложение существовало и, в принципе, где-то как-то находило отклик у мировой общественности. Но почему-то все никак не перерастало во что-то более серьезное. Хотя, например, в 90-х годах по инициативе профессора Томаса Остера, руководившего Центром мужских исследований при Университете Миссури в Канзасе, в США, все-таки были какие-то незначительные праздники. Ну, конечно, незначительные по сравнению с теми праздниками, которые каждый год, 23 февраля, празднуются в нашей стране. Но дальше этого дела не пошло. И в итоге все-таки утвердилось 19 ноября. И предложил этот день, кто бы вы думали, уважаемый доктор Джероми Тилунгсинг из Университета Вест-Индии. Он предложил учредить этот праздник, который подлежит, а подчеркнет положительную роль мужчины в семье и в обществе. Если вы хотите узнать, где находится этот самый университет, я вам скажу, в астроном-государстве Тринидад и Табага. А почему 19 ноября, спросите вы меня? И здесь, в общем-то, ответ удивительный по своей простоте. Потому что 19 ноября доктор Тилунгсинг, отец его, празднует день рождения. Он сказал, что отец мой, в общем-то, пример для подражания, очень почтенный джентльмен, поэтому давайте возьмем этот день в качестве дня праздника. И вот тут-то самым странным образом прижилось. Ну что ж, 19 ноября, так 19 ноября, два праздника нам, дорогие мужчины, не помешают. И совершенно вот прям точка в точку совпадают эти два праздника, потому что следующий праздник – это Всемирный день философии. Кто, как не мы, мужчины, в своих жизненных размышлениях, в каких-то исканиях родили когда-то эту науку всех наук. Хотя, собственно, праздником эта дата стала всего лишь, сейчас скажу, в 2005 году на генеральной конференции ЮНЕСКО было предложено проводить ее в каждый третий четверг ноября. Вот, собственно, в этом году это 19. И дальше, конечно, долгое, как и полагается, всякому философскому событию, обоснование почему, да как, вот, и зачем нужен этот праздник. Но нам не нужны эти обоснования, потому что мы в своем праздновании всегда близки и к каким-то философским размышлениям, обобщениям, изысканиям, потому что такой праздник мы никогда не пропустим. Итак, 19 ноября – Всемирный день философии. Это наш праздник, мужики. Собственно, в этот день у нас оказывается целых два праздника. Исторические события 19 ноября. В 1819 году в Мадриде в специально выстроенном великолепном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо. Одна из богатейших художественных галерей мира. Дорогие друзья, если вы уже посетили Третьяковку, Пушкинский музей, Эрмитаж, Русский музей и так далее и тому подобное, самое время посетить Прадо. Конечно, в наши времена довольно трудно попасть за границу, тем более в музей, который сейчас вполне возможно будет закрыт. Но я думаю, что поставить себе такую цель, наметить себе, может быть, на будущий год, на через год, но вообще, что обязательно хотя бы раз в жизни побывать в этом наполненном всемирными шедеврами музея, надо обязательно это сделать. Так что не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год. Обязательно посетите музей Прадо, один из самых замечательных музеев мира и самый главный музей Испании. Именинники. 19 ноября. Ну что же, кто родился в этот день? Михаил Васильевич Ломоносов. 1711 год. Ну что же, у меня здесь написаны сухие слова. Первый русский ученый, естествоиспытатель мирового значения, поэт, вложивший основу современного русского литературного языка, художник, историк, философ. Да, может быть, даже первый русский энциклопедист, настоящий энциклопедист, человек, который узнал и умел, и интересовался очень широчайшим спектром знаний, как в науке, так и в искусстве. Его оды на восшествие очередного императора, а тогда императрицы, на престол, пользовались большим успехом у государя и, собственно, позволяли ему довольно-таки безбедно жить. И что же, это пример всем поэтам, какие стихи надо писать правильно. Но любим мы его не только за это, но также за открытие физических законов, за создание мастерской по изготовлению мозаик в Санкт-Петербурге и вообще за многое-многое другое. Ну и, в конце концов, за Московский государственный университет в его имени. 1770 год. Иван Крузенштерн. Русский музыкалователь, адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия. Если вы помните Ивана Крузенштерна не только из фильма «Простоквашина», где о нем упоминает Матроскин. Ну что же, хотя бы так. Но на самом деле историю свою знать надо и это один из ее героических и прекрасных представителей. Индира Ганди. Дорогая Индира Ганди. Родилась в 1917 году. Премьера министра Индии. А женщина с мягкой улыбкой и железной рукой, правившая Индией в довольно сложные времена. Ларри Кинг. Американский тележурналист. Родился в 1933 году. Он, в принципе, может быть, и создал жанр ток-шоу, в общем, интервью. Тот самый жанр, которым мы сейчас наслаждаемся в исполнении больших и разных мастеров этого вида искусства. Не побоюсь так это характеризовать. 1942 год. Кальвин Клайн. Американский дизайнер одежды, законодатель моды. Ну, когда-то был законодатель, сейчас просто знаменитый модельер. Родился и начал свой жизненный путь. Мэг Райан. Ну, конечно, самая романтичная актриса американского кино. Ну, это на мой вкус, на мой взгляд. В 1961 году родилась. А сейчас она больше кинопродюсер, чем актриса. Но, тем не менее, мы помним и любим ее роли. И Евгения Медведева. Российская фигурист и чемпионка мира 16-18 годов. Двухкратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Родилась в 1999 году. А свои именины отмечают 19 ноября Василий, Клавдия, Александра, Нина, Серафима, Герман, Анатолий, Никита, Виктор и Николай. Всех поздравляем. 19 ноября. Продолжение следует...